Сегодня я хотел бы рассказать об одном, так сказать, кейсе или глобальной задаче, которая решается при помощи программного обеспечения NextGIS, как сбор данных. Полевой сбор данных, по-другому. И акцентировать свое внимание хочу в сегодняшнем рассказе на нашем вспомогательном такой программе, как FormBuilder. Какое место она занимает в процессе задачи сбора данных, почему она полезна и удобна, чем отличается, может быть, от конкурентов, так сказать. Какие проблемы решать в целом. Итак, значит, кейс сбор данных. Какие данные мы можем собирать? Ну, например, информация о состоянии дорог, ямы на дорогах. В заповедниках, если речь идет о природопользовании, редкие виды животных, рекламные конструкции в городе, например, поломки на коммуникациях и так далее. Ну, то есть всякие данные, которые требуют атрибутивного описания, плюс, естественно, география. Вот, для примера, на весь мой сегодняшний рассказ я возьму, так сказать, кейс по сбору данных о рекламе, о рекламных конструкциях в городе. То есть, например, проблематика такая. Учет для муниципалитета. Это учет легальной и нелегальной рекламы. То есть все стенды должны быть, допустим, пронумерованы. Для какой-нибудь коммерческой организации это может быть подсчет, подсчет, ну, собственно, самой рекламы, как исполняет поставщик рекламы свои обязанности. Есть реклама или нет, вывешена она или нет. Вот, как пример, давайте рассмотрим такой кейс. Значит, итак, программное обеспечение NextGIS. Если говорить о сборе данных без формулы для начала, вот чтобы показать его полезность, давайте посмотрим, как можно создать слой для сбора данных в NextGIS Mobile. Ну, и, собственно, собирать данные. Итак, собираем данные о рекламе. Добавим новый слой. Это приложение NextGIS Mobile. Одно из трех глобальных компонентов инфраструктуры, так сказать, программного обеспечения NextGIS. Вот, просто еще раз вот показываю. Захожу на NextGIS Mobile. Итак, добавляем слой. Новый, создаем. Во-первых, мы это делаем на телефоне. То есть, возможно, это не всегда удобно на небольшом экране. Но все же продолжим. Допустим, слой Ads. Дальше добавляем поля. То есть, атрибутивная информация, которую мы будем собирать, износить в эти поля для каждой точки. Собираем мы точки. Вот, пожалуйста, здесь мы выбираем точки. Точки конструкции в городе рекламной. Добавляем поля. Ну, допустим, что нам требуется? Регистрационный номер. Ну, какой-нибудь. Это будет число. Окей. Тип рекламной конструкции обязательно. Это будет строка. Ну, и еще, допустим, дата. Дата добавил как строку. Ну, конечно, надо добавлять типы даты. Ну, не суть. Я просто хочу показать, что на телефоне это делать тоже можно. Не всегда это удобно. Потому что, возможно, небольшой экран. И самое главное, не совсем это информативно. Потому что у нас есть вот шесть типов данных. Строка, число, стандартный дата, дата, время. Вещественное число. И, собственно, вводить в них данные, как сейчас мы увидим, только так и можно. Если это число, то вводим число. То есть никаких настроек, никакой кастомизации, получается, нет. Это вот просто такой быстрый способ это сделать. Вот мы слой сделали. Нажимаем его редактирование. Итак, вот наша карта. Давайте добавим точку. Увидели, какой-нибудь билборд стоит на улице. Добавляем сюда точку. И вот, пожалуйста, вот мы вводим данные. Если это дата. Ну, там, у меня я строку поставил случайно. Не суть. Соответственно, регистрационный номер. 1, 2, 3. И тип. Вот, например, тип. Здесь мы можем только ввести строку и все. Мы не можем выбирать из каких-то выпадающих списков, что вообще-то логично в этом случае. Допустим, билборд, указатель или что-то еще. Вот. Поэтому только вот такой вот простенький, так сказать, случай. Все, переходим к форм-билдеру. Что собой представляет эта программа? Вот как раз форм-билдер, он призван облегчить этот процесс создания форм. И не просто облегчить, а еще и сделать его гораздо более кастомизированным, кастомизируемым. И настраиваем. Открываем приложение. Значит, форм-билдер – это десктоп-приложение кроссплатформенное. Работает под, ну, на данный момент, под Windows XP 7.10 и под Linux. Доступно оно на нашем сайте nexgis.com или nexgis.ru. Там можно скачать инсталлятор сетевой. Ну, просто next, next, next. И программа установится. Вот его интерфейс. Процесс создания формы для сбора данных можно в форм-билдере разбить на три простые шаги. Сначала мы выбираем исходные данные для нашей формы. То есть мы можем сделать, во-первых, просто сбор, допустим, точек. Ну, то есть выбрать геометрию и окей. Таким образом создастся новый проект. А можем, например, в наш проект по сбору данных уже добавить какие-то данные. Например, выберем способ создания из шейп-файла. Выберем наш шейп-файл. Эти данные окажутся внутри. То есть когда мы будем уже данные собирать, там какие-то первоначальные данные будут. Есть еще вариант взаимодействия с NextGISWeb. То есть, соответственно, мы выберем какое-то подключение существующих. Сейчас, секундочку. Он потом будет удален, не волнуйтесь. То есть надо спешить. Там, на самом деле, ничего важного. Это все демо. Демо, так сказать, ресурс. Да, да. В общем, не суть. И выбираем какой-то ресурс из имеющихся. Вот. То есть на входе, первый шаг на входе, мы имеем какие-то данные, либо просто создаем проект. Поскольку мы говорим о рекламе, давайте что-нибудь добавим на форму конкретно в нашем случае. Вот, например, вспомним ситуацию, когда нам нужно было ввести тип конструкции, которую мы видим на улице. Там мы вводили просто строку. Это никак не кастомизировано. В данном случае в форм-билдере присутствует, например, такой элемент, как сдвоенный список. То есть можно задавать значения различные. Там билдборд, например. Не знаю, витрина. Вот. Причем билдборд и витрина – это ведь конкретные. Виды рекламы. А если нам нужно, например, сделать такое разграничение, как тип рекламной конструкции, ну, допустим, стационарный. Вот. И для нее уже задать различные варианты. То есть и билдборд. Билдборд. Ну, или щит. И так далее. То есть это такие два вложенных списка. Не совсем правильно получилось. Вот таким вот образом это делается. То есть мы простым нажатием на элементы добавляем их на форму. И самое главное – можем их после этого настраивать. Хочу обратить внимание на несколько вещей, которые, возможно, отличают, невозможно, а отличают в этом случае процесс создания форм для сбора данных от приложений конкурентов. Например, можно сравнить с OpenDataKit. Там есть приложение для сбора данных для OSM. Так вот, во-первых, когда мы все это разрабатывали, мы пришли к выводу, что важным моментом будет ну, действительно, то есть элементы на форме должны быть серьезно кастомизированы. Насколько я знаю, в OpenDataKit там форма создается как? Там есть XML, CSV файлик. Можно выбрать тип элемента и все его вот эти настройки, они довольно стандартные. Там нет чего-то уникального. У нас, например, по требованиям, допустим, различных наших заказчиков, просто по требованиям людей, мы иногда добавляем важные вещи, но такие довольно уникальные, нестандартные для элементов. Например, для списка можно добавлять свои значения уже потом на телефоне. То есть вот в правой колонке в настройках это настраивается. Может быть, ввод с поиском, включить или выключить. Для разных ситуаций может быть по-разному. Запоминать значения, когда идет ввод многих объектов, он может запоминать, не запоминать. Значения сами могут подгружаться, например, из CSV. В общем, есть обширные возможности для кастомизации элементов. Также есть довольно, ну не знаю, уникальные что ли элементы, которые тоже не всегда понадобятся, но кому-то может понадобиться. То есть, например, координаты. То есть при сборе на телефоне координаты будут записываться автоматически, конечно же, когда мы ставим точку и добавляем ее на карту. Но, например, нужно будет их сохранять в текстовом виде отдельно. Вот нашим клиентам из заповедника вот это было нужно. Сохранять координаты отдельно. Также, например, элемент счетчик. Он, ну вот здесь не имеет предпросмотра, но вообще это, он имеет числовое значение начальное, допустим, 0, инкремент, ну и суффикс. То есть это, например, полезно, когда разные люди собирают данные на телефоне. Тут будет их некий ID. То есть, допустим, там A, 1, 1, B. Это будет означать один сотрудник. Так, этот счетчик комментируется при добавлении новых объектов на карту. То есть это такие, ну, можно сказать, уникальные и редко используемые, но иногда очень важные и полезные элементы. Вот. Еще один момент, который мы тоже поняли в процессе разработки, это то, что обычно разные люди создают формы и их используют в поле, что называется. И людям, которые создают формы, например, им важно, чтобы данные в итоге были записаны в числовом виде. А люди, которые собирают данные в поле, они видят, должны видеть значение текстовое. То есть, например, мы можем создать, например, если мы собираем типы зверей, допустим, лось, это будет цифра 1, там 2, это будет волк и так далее. Естественно, посложнее можно делать логику. А можно картинки там вставить? Лось, волк. Ну вот, в этом случае нельзя. Но мы, кстати, в процессе, чтобы была такая сетка картинок, так сказать, допустим, там 3 на 3, 5 на 5, еще можно было настраивать. Этого пока нет, но это возможно скоро будет. И прям нажимаем на картинку следа, допустим, того же волка. И вместо него там будет записываться значение, число там, или текст любой. То есть, я просто здесь хочу акцентировать внимание на том, что здесь разные значения для людей, которые видят форму и работают с ней, разные значения для людей, ну, другие значения для тех, кто эти данные принимает. То есть, такое вот разграничение. Вот. Ну и третий момент, особенность, так сказать, создания формы, это то, что имеется некий предпросмотр. То есть, например, для телефона форма будет выглядеть как-то так. Для такого вот телефона, для данного. Для планшета, например, мы видим, что все эти контролы, ну, элементы на форме, они влезают вполне. Вот. А, например, для вот такого вот телефона есть еще его перевернуть по горизонтали. Мы видим, что не все влезает. Может быть, неудобно будет прокручивать. Может, надо на несколько форм разделить. Вот. В общем, вот такие вот особенности. Вот. Давайте продолжим наш кейс с рекламой. Я загружу уже подготовленную форму с рекламой, где все настроено. Вот. То есть, маркетинговая компания – это то, что, в общем-то, нарисовано на рекламе. То есть, текст будет вписываться вот сюда, человеком при сборе формы. Тип конструкции. Вот, пожалуйста, двойной список плюс разграничение значения. Стационарная 1, временная 2. Стационарная вот такая, временная такая. Регистрационный номер. Здесь будут только числа. Вот мы в правой колонке кастомизируем, настраиваем элемент. Добавление фотографий, конечно же, присутствует. И дата. Дата фиксируем. Например, если студенты собирают данные для какой-то компании, то есть такой краудсорсинг, дата будет фиксирована, они смогут ее изменить. Допустим, это было бы важно, чтобы нельзя было менять. Вот такая форма получается. Можем ее посмотреть, прежде чем отправлять на телефон. Вот. И важный момент. В конце, когда форма уже создана, мы, естественно, привязываем наши вот эти вот элементы для сбора данных к полям. Слоя, который лежит. Как я уже говорил, слой. Есть несколько вариантов в начале работы программы. Какие слои можно выбрать. Вот. То есть вот наша структура данных. Data, date и так далее. Это то, что я тогда создавал на телефоне, но там было, скажем, неудобно. Здесь более удобно. Дальше мы этот слой отправляем на веб, и он там уже находится. Он туда уже отправлен. Вот. И давайте перейдем к самой форме к сбору данных на телефоне. Собственно, какие же данные мы в итоге получим. А, и так. Открываем наше приложение NextGisk Mobile и добавляем слой. Я его уже туда отправил. Оп, не ухо. Ну вот здесь он говорит об автоматической синхронизации. Мы включаем автоматическую синхронизацию, чтобы когда мы добавляли объекты на карту, они автоматически отправлялись к нам на веб. Итак, вот наш слой. Нажимаем «Редактировать». Так, сразу зайду и покажу, что у нас за веб такой. Соответственно, вот наш ресурс с паролем, который я засветил. На нем уже есть какие-то соответственно слои. И вот, вот он наш слой. Смотрим, там пока нет объектов. Начинаем добавлять объекты. Вот размещаем на Ленинградском проспекте «Билборд». А, извиняюсь. Размещаем на Ленинградском проспекте «Билборд». И вот наша форма. Вот так она выглядит здесь. Маркетинговая компания. Но это была просто строка. Например, «Рено Логан». Значит, выбираем «Стационарная». Ну, допустим, там витрина. Регистрационный номер вводим. Делаем фотографию. Так. Ай-яй. Что же пошло не так? Да. Немножко провод отходит просто поэтому неплотно он здесь прикреплен. Сейчас подключится он, интересно, или нет. Коннектика. О, подключился. Отлично. Соответственно, дата уже установлена. Подтверждаем. Все. Точка добавлена. Вот. Синхронизация была. И вот наш объект появился. Рено Логан. Можем посмотреть, например, фотографию, которая тоже должна прилететь. Выбираем наш объект. Вот все те данные, которые мы вводили. Вот наша фотография. То есть мы собираем данные и они тут же улетают вверх. Дальше эти данные можно выгрузить, например, в GeoGISON. Выгрузка в GeoGISON присутствует во всех случаях. Каких еще? То есть мы можем, например, в формбилдере создать форму, которую собирает не наверх и сразу отправляет, а в какой-то локальный источник данных. В любом случае GeoGISON всегда можно получить. Вот. Ну и в заключении хотел показать просто пару кадров из того, как использовался вот этот, так сказать, кейс по сбору данных, ну, включая формбилдер тоже у наших клиентов. Вот. То есть вот люди собирали в поле. Соответственно, А где это собирали? Если вот Максим подскажет, где это точно было. По-моему, в Черной Земле, да. Это где? В Калмыки. Заповедник в Калмыки. Вот. Вот так выглядит это. То есть ученые приехали в поле, соответственно, с телефоном. Форма настроена была вот как раз в формбилдере. Вот они видят след волка. Вот, пожалуйста, след волка. Начинают о нем заполнять данные. Причем им нужна была как раз вот та самая кастомизация. То есть когда нужно было уникально настроить форму, чтобы вот эти вот вот этот некий счетчик работал, который инкрементируется каждый раз для, ну, при нахождении какого-либо следа. Причем с уникальной подписью для каждого сотрудника. Ну, различно, там другая кастомизация. Вот. В итоге все это улетало в веб. И вот как-то так какая-то вот такая ситуация получилась после дам. Копытных и волка. Вот. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, такой вопрос. Я видел, как скоро вода из нескольких попал, появляется вот в этой свете. А с формбилдером почему нельзя в формбилдере выбирать кнопочку, отправить мне. Что отправить? Отправить сразу форму. Да, это логично. Это все процесс разработки. Наше дело. Я ответил на этот вопрос. Пока не сделано. Это логично. Если много людей попросят, будет сделано. Сейчас можно ручку. Ручку переложить. Переложить файлы. Будет возможность в OSM залить? Нет. Зачем? Знаете ц binary. Продолжение следует...